Дворовая практика Педагоги и наградили самых активных ребят 11, шляпа, хитрая лиса, рукавицу гнать В эти этноигры дети играли с азартом В рамках летнего проекта «Дворовая практика» Центра внешкольной работы Педагоги придумывали свою тему Которая была ведущей на различных площадках Во дворе по Московской 21 Клуб «Мечта» реализовывал проект «Путешествуй и играй» В рамках всероссийского проекта «Этноспорт» Ребята разучивали правила И играли в игры народов России Было все связано именно с этноспортом Именно с нашим проектом «Путешествуй и играй» То есть мы, получается, например Вот в августе, каждый понедельник Разбирали новые игры Ну и в принципе также соседние Сопутствующие мероприятия Были тоже связаны с данным проектом Например, какие-то же викторины Или же квесты Летние каникулы подошли к концу А значит и проект «Дворовая практика» Тоже прощается с ребятами до следующего года Но несмотря на легкую грусть, заключительное мероприятие прошло на позитивной ноте Педагоги ЦВР подготовили фестиваль, на котором участники еще раз вспомнили наиболее понравившиеся игры Затем по итогам месяца наградили самых активных ребят Вручили грамоты и памятные подарки Все, кто пришел на площадку, тоже получили сладкие призы У детей остались теплые и яркие воспоминания о дворовой практике Мне понравились те праздники, которые тут проходили Особенно то, что в бесплатные игры можно играть спокойно То, что приходят друзья, там всех от такого можно познакомиться Я уже не в первый раз, где-то два года все равно тут есть Потому что хожу сюда Ну, очень классная площадка, всем советую Я еще хочу очень приходить в следующие года А в этом месяце мне больше всего понравилось, как мы играли на День России Мне понравилось просто проводить веселое время А какие игры понравились? Снайпер, минус пять, одиннадцать Разные игры, настольные такие вот, с мячом А тебе? Мне понравилось то, что здесь вообще с нами занимались Все рассказывали, были всякие квесты Еще в день рождения Пушкина здесь было очень интересно Мы рассказывали его сказки В общем, все вспоминали Пушкина Педагоги приглашают ребят в клубы по месту жительства Центра внешкольной работы Там можно свободно посещать игротеки и различные мероприятия Пока все школьники отдыхали на каникулах Юные шашисты упорно трудились Воспитанники объединения шашки Дворца детского творчества Показали значительные успехи на нескольких всероссийских и межрегиональных соревнованиях И привезли в Саров призовые медали 125 шашистов из 16 регионов России собрали соревнования Таманский полуостров в станице Голубицкой Краснодарского края Честь Сарова защищала кандидат в мастера спорта Алиса Рубцова Девочке еще не исполнилось и 11 лет Но она уже сражалась в возрастной группе до 17 лет Воспитанница объединения шашки Дворца детского творчества Выиграла две золотые медали в турнирах по молниеносной и быстрой игре И одну бронзовую в классической программе Отличился у нас этим летом Тимур Стегунов Дважды он выезжал на соревнования Первый раз в Санкт-Петербурге он участвовал во всероссийском турнире С романтическим названием «Белые ночи» И привез оттуда серебряную медаль И вот буквально вчера закончился всероссийский турнир в Самаре С не менее романтическим названием «Волжские зори» Там Тимур также выиграл серебро Всероссийский турнир в Ярославле был посвящен памяти чемпиона мира Гроссмейстера Владимира Скрабова На эти соревнования отправилось большинство воспитанников Олега Васенькина Но отличные результаты показали в основном девочки Всего из Ярославля спортсменки привезли пять медалей Юная шашистка Дарья Вахрушева смогла обойти соперниц в своей возрастной группе И выиграла сразу две золотые медали Они мне приносят радость, логику, протегию Я решаю позиции, готовлюсь И могу даже, может быть, целый день их решать И у меня от этого развивается ум И у меня есть возможности, что я займу место Были этим летом у шашистов и межрегиональные турниры во Владимире и Арзамасе На которых соревчане тоже сыграли достойно Как отметил педагог объединения шашки Олег Васенькин Такие многочисленные успехи стали возможны Благодаря всесторонней поддержке родителей, юных спортсменов И упорной работе самих детей Наша цель была проверить свои силы Чему мы научились за учебный год И самое лучшее время, это время каникул Совмещать полезное с приятным Мы проверили и убедились, что наши воспитанники Наши юные шашисты по своему развитию Стоят на высоком уровне И даже на всероссийских соревнованиях Мы конкурентно способны Занятия фитнесом набирают все большую популярность Спортивные упражнения позволяют поддерживать себя в форме И привести тело в тонус Кроме того, фитнесом можно заниматься не только в спортзале Но и дома, и на свежем воздухе Привычный офисный образ жизни Нехватка физической активности Оказывают негативное влияние на состояние здоровья современных людей Этим во многом обусловлена растущая популярность фитнеса Спортивного направления Которое помогает не только обрести физическую форму Но и улучшить качество жизни Понятие фитнес возникло от английского глагола To be fit for – быть в форме Быть бодрым, здоровым В широком смысле это философия, охватывающая целый комплекс мероприятий Фитнес подразумевает общую физическую подготовку Включающую не только работу над мышечной массой Но и развитие гибкости, выносливости, координации Это подразумевает сочетание физических тренировок С правильно подобранным питанием С соблюдением режима дня Все, что относится к здоровому образу жизни Занятие фитнесом нельзя приравнивать к профессиональному спорту Поскольку его задача – дать организму оптимальную нагрузку Поставленные цели достигаются таким образом, чтобы сохранить здоровье и достичь результатов без рисков для здоровья Занятие фитнесом дают человеку избавление от лишнего веса Занятие и правильное питание помогают нормализовать вес и обрести стройную фигуру Улучшение общего физического состояния Развитие гибкости, координации, коллекция осанки, избавление от отдышки Улучшение обменных процессов Замедление химических реакций приводит к тому, что клетки несвоевременно получают питание Начинаются дисфункции разных систем организма Занятия фитнесом помогают ускорить метаболизм Улучшение кровообращения Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний Тромбозов и варикозного расширения вен Укрепление иммунитета Фитнес предполагает регулярную физическую активность Которая повышает объем и скорость распространения белых кровяных телец И напрямую ведет к увеличению сопротивляемости организма вирусным и бактериальным инфекциям Улучшение состояния порнодвигательного аппарата Профилактика остеохондроза, артритов и остеопороза Поднятие настроения Выработка эндорфинов в процессе занятий фитнесом позволяет справляться со стрессами Все эти факторы способствуют долголетию, сохранению молодости и активности на долгие годы Любая физическая нагрузка, включая фитнес, может быть как полезной, так и опасной для здоровья Это в первую очередь связано с интенсивностью и продолжительностью тренировок Если правильная физическая нагрузка помогает укрепить мышцы и повысить тонус организма То чрезмерные тренировки в сочетании с неправильным выбором упражнений и нарушением их техники могут привести к травмированию, проблемам с позвоночником и суставами Фитнес предусматривает подбор тренировок, соответствующих возрасту, состоянию здоровья, физической конституции, а также контроль их интенсивности Существуют медицинские противопоказания для фитнеса, при наличии которых занятия можно проводить по рекомендации врача Нервные расстройства, эпилепсия, злокачественные опухоли, хронические заболевания в острой фазе, периоды восстановления после операции Чтобы предотвратить наступление неблагоприятных последствий от занятий фитнесом, необходимо периодически проходить медицинские обследования, а также тренироваться под руководством опытного тренера В фитнесе есть большое количество направлений, каждая из которых основана на определенной методике К популярным видам фитнеса относятся силовой фитнес, йога, флоу-моушен, стрейч, пилатес, фитбол, аква-фитнес, функциональный тренинг Благодаря такому разнообразию направлений в фитнесе можно подбирать занятия в соответствии с собственными предпочтениями, возможностями организма и поставленными задачами Чтобы занятия фитнесом приносили удовольствие и нужный результат, стоит учитывать ряд рекомендаций Нагрузка должна быть оптимальной и увеличиваться по мере улучшения физической формы Направление фитнеса и комплекс упражнений нужно выбирать с помощью опытного тренера, который будет учитывать уровень физического развития, противопоказания, возраст, состояние здоровья Для достижения поставленной задачи необходимо обеспечить регулярность занятий Проводить тренировки нужно примерно 2-3 раза в неделю в определенные дни Параллельно с физической нагрузкой нужно придерживаться здорового питания При этом диету должен составлять специалист, чтобы она была сбалансированной По избежанию получения травм во время тренировочного процесса важно следить и за техникой пополнения упражнений Заниматься фитнесом можно и дома Субтитры создавал DimaTorzok